На 101.fm программа Особое мнение, меня зовут Юлия Афанасьева, Николай, держите себя в руках, я понимаю, что... Тут немножко было шумновато, шумновато, и весело было. Да, да, не без этого. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар», наш постоянный эксперт, и ведущий Николай. Добрый день. Добрый день, Юлия, здравствуйте, уважаемые слушатели, всем-всем-всем добрый день, всем приятного аппетита, я надеюсь, что я вам его сегодня не испорчу. В каком смысле, что на нас не подадут снова в суд за этот эфир? Вот я об этом же хотел, с этого и хотел начать разговор, потому что время сейчас опасное, до выборов осталось уже меньше недели. Сегодня среда. А, сегодня среда, да. Четверг, пятница, суббота. Меньше недели, да, меньше недели, поэтому, как бы, Юлия, если я что-то начну говорить не то, поправляйте, я бы очень не хотел, чтобы из-за меня у любимой радиостанции возникли какие-то неприятности юридического характера. Ну, я боюсь, Николай, что это не из-за вас. Ну, вот вы сами сказали, да, день Икс через три дня, вы к нему как-то готовитесь? Нет, я к нему никак не готовлюсь, единственное, я знаю, что я успею вернуться в Киров, я приеду в Киров два часа дня воскресенья и успею проголосовать на своем избирательном участке. Больше никакой подготовки я не веду, те консультации, которые я давал различным политическим силам, они в прошлом, к сожалению. Политические силы? Вынужден констатировать, что политические силы повели себя не согласно рекомендациям. Поэтому они уже в прошлом. Поэтому это все уже в прошлом, я так про себя думаю, что, наверное, не я один думаю, что все все уже поняли. Ну ладно, пошутили и хватит. Ты думаешь, мы шутили? Нет. Шутки еще впереди. А вам серьезно пришло приглашение на инаугурацию? Нет. Или это тоже больше? Оно мне абсолютно серьезно не придет, но я знаю, что один уже рассылаюсь. Это вот я точно совершенно знаю, приглашение уже рассылается, инаугурация будет 15-го числа. Фамилию инаугуранта я называть не буду по политическим мотивам. И думаю, все опять же понимают, кто у нас рассылает приглашение на инаугурацию на 15-го сентября. Ну вот видите, как прекрасно. Я вам предлагаю вспомнить избирательную кампанию, я не знаю, прошедшую или... В общем, она подходит к финишу, это очевидно. Причем у избирательных кампаний у нас было две, это губернаторская и в Гордуму. Ну это крупные две. На самом деле гораздо больше, еще и в районах много избирательных кампаний. Да, ну наверное Кирова, это доносится ли? Нет, я имею в виду, что да, 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 конечно. Крупные кампании две, которые имеют значение для области конкретно, потому что то, что произойдет в Кирове, это очень важно для всей области. Ну так вот, а какая все-таки из них важнее, из этих кампаний? С точки зрения здравого смысла важнее, конечно, губернаторская, да? Ну если подумать, это более высокий статус, более высокий ранг, больше ответственности, больше полномочий у губернатора. Но с точки зрения, если посмотреть, как у нас происходит, то, безусловно, гораздо более интересно проходят выборы в Городскую Думу, потому что с губернатором, мне кажется, все уже понятно, ну приглашения уже рассылаются, и к тому же, ну как сказать, было изначально понятно, да? Вот, а вот в Городской Думе все очень интересно, потому что этот орган, который в принципе при удачном раскладе, или неудачным, как, с какой стороны смотреть, при определенном раскладе, может стать таким альтернативным центром принятия решений, то есть неким противовесом уже сформировавшейся губернаторской власти. Поэтому за эти места в Городуме идет активная очень борьба. Вот смотрите, разные силы, и оппозиционные, в том числе, которые бывают у нас в студии, разные эксперты говорят, что на этих выборах в Городскую Думу оппозиция точно возьмет больше мест, чем в прошлый раз, и чуть ли не сможет на равных разговаривать с Единой Россией. Как Вы считаете? Я не уверен в таком раскладе, и дело в том, что у нас на выборы в Городскую Думу, конечно, партии, они номинально присутствуют, да, люди выдвигаются от партии, потому что самовыдвижение, как мы уже убедились по этим выборам, путь в никуда. Из 11 самовыдвиженцев, по-моему, только один получил пропуск в Высшую Лигу, скажем так. Все остальные были отсеяны на этапе подписей, вот. Поэтому все равно, так или иначе, или фигуры должны примыкать к каким-то партиям для того, чтобы пройти в Гордуму. Соответственно, внутри партии нет однородности, внутри каждой партии есть определенные группировки, вот. И речь идет не о том, какая партия получит большинство в Городской Думе, а о том, какая из наших, ну, как это у нас говорят, слово-то. Силы влияния? Да, это групп влияния, да, или элит, как их все называют, какая из этих вот групп влияния, либо внутри Единой России, либо вне вот этих всех партийных, да, вещей, потому что, если посмотреть на партийные списки, то очень многие люди, несмотря на свою партийную принадлежность, ясно, что принадлежат немножко к другой группе влияния, скажем так. Вот, вот это интересно. А будет ли это большинство единороссов, это не самое главное. Главное, каких единороссов это будет большинство. Алексей Кузьмин, когда был у нас в эфире, сказал, что Василий Сураев, который уже заявил о своих мэрских амбициях, очень договороспособен и очень интересен в плане кандидата на главу города Кирова, что он сможет договориться с разными группами влияния, чтобы его поддержали, несмотря на то, что Василий Куприянович идет от эсеров, а правящая партия у нас с Единой Россией. Вот вы как считаете? Вот, во-первых, тут не надо забывать, что Василий Куприянович еще недавно был у нас лидером как раз Единой России. Вот, и вот как раз это тот случай, когда партийная принадлежность не имеет решающего значения, да, то есть есть, опять же, внутри этих партий силы, которые поддерживают усиление, скажем так, Василия Куприяновича, да, есть те, которые, ну, по каким-то причинам поддерживают в качестве кандидатуры кого-то другого еще не названного. Вот, Василий Куприянович в этом плане, безусловно, очень человек договороспособный, имеющий за своей спиной определенный бэкграунд, который позволяет ему довольно крепко стоять на ногах, иметь свою позицию и так далее. Вот, поэтому, да, это очень сильная фигура, и то, что он сделал, объявив о своих амбициях на пост главы города, это очень оживило, эту избирательную кампанию, потому что, я думаю, она таким образом мягко превратилась в кампанию за выборы мэра. А это всегда очень интересная кампания, да, если вспомнить далекие годы, когда мэра избирали, это всегда была очень бурная кампания, она не уступала по своей, так сказать, интенсивности вообще ничему. А почему Николай никто другой не заявил о своих мэрских амбициях? Дело в том, что формально никто заявить о них не может, у нас же нет выборов мэра, да? Заявить о своих амбициях может человек, который имеет на это право, иметь право на это будет человек уже избранный в городскую думу. Формально, если говорить. Так ведь? То есть не может у нас главой города стать не депутат. Если мы говорим по существу, то я почему и подчеркиваю, что Василий Куприянович сделал очень смелый и правильный шаг, то есть он вывел это на чистую... На другой уровень? На другой уровень? Он сказал, да, я хочу быть избранным в городскую думу с целью стать главой города. Ответа не последовало. Если в штабах, как ты говоришь, оппозиционных партий идет разговор о том, что мы поддержим Василия Куприяновича в случае, если мы пройдем в городскую думу, то Единая Россия оказалась в состоянии растерянности. Потому что они планировали как стандартная процедура. То есть мы приходим в думу, мы получаем там определенное большинство, либо договариваемся об этом большинстве, и мы своего кандидатура, такого кота из мешка достаем и говорим, вот он у нас будет главой. Сейчас вышло затишье, это затишье, когда ты говоришь о том, что Алексей Кузьмин пророчит усиление оппозиции в гордуме, это затишье как раз на пользу оппозиции, потому что все видят растерянность правящей партии, все не видят ожидаемой фигуры, все ждут, должны ответить чем-то. Эту, так сказать, пиковую дам покрыть пиковым тузом, условно говоря. Но никто пока этого не сделает. Вот это как раз дает оппозиции очень хороший шанс. И есть такое ощущение, Николай, что до выборов уже не сделает? Ну, понимаешь, это будет немножко уже поздно. Для того, чтобы Василий Куприян сделал все вовремя. Сейчас все это видят, на каждом заборе, на каждой остановке висит именно его лицо, именно его лозунг, что я хочу возглавить город. Это уже сделано. Покрыть это за оставшиеся три дня будет довольно-таки сложно. И похоже, на это уже просто нет ни средств, ни финансов, ни средств, ни сил, ничего еще не желания. Вот на этом мы прервемся на небольшую паузу. Я напомню это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» нашего постоянного спикера, коллеги. На небольшой перерыв сейчас уйдем, очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова. Веселье продолжается. Веселье продолжалось в перерыве. В перерыве, да. Мы травили политические анекдоты. Юля рассказала мне очень хороший политический анекдот. Я его запомню, обязательно буду рассказывать при каждом удобном случае. Он очень, очень, очень... Очень про жизнь. Очень, как говорят, по резьбе. Главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Говорим мы о завершающейся избирательной кампании. Ну и, собственно, наверное, о успехах и провалах ее я хочу поговорить. Николай, давайте попробуем сформулировать. По совокупности, в общем и целом, три главных успеха, три главных провала каждой из избирательных кампаний. Но ведь, Юль, смотрите, ситуация-то в чем заключается? Скажем, провал одного кандидата, это автоматический успех другого. Ну, по совокупности, вот давайте посмотрим. Для одних провал и для других успехи. Вот, что бы я сказал характерным, да, вот для этой кампании, глядя на наглядную агитацию, которая развешена, это то, что люди, которые занимаются практически, ну, политтехнологии, политтехнологии, которые говорят рекомендации, они, честно говоря, по-моему, не очень понимают, кого и куда выдвигают, кого и куда избирают. Потому что, если взять, например, кандидата, который на синем фоне фотографируется, да, красивый такой, то ему, как бы планирующему стать губернатором, объявившему о том, что он хочет стать губернатором, зачем-то в руки дали папку с бумагами. Дело в том, что никакой губернатор никогда никакие бумаги в руках не носит. Вы должны это прекрасно понимать. И те, кто давал совет, тоже. Это кто-то, кто сзади ходит. Второй, там, третий эшелон власти, а может даже пятый, да. И таким образом, как бы, вот, подчеркнуло этим самым, те люди, которые это делали, видимо, подспудно, да, по Фрейду немножко ошиблись, подчеркнули, что реально на первое место этот человек не претендует. Он будет носить бумаги, он готов носить бумаги, он не готов руководить теми, кто носит бумаги, понимаешь? То же самое, как ни странно, вышло и с нашим главным кандидатом, которого зачем-то поставили на пост. Как известно, на постах стоят нижние чины. Вполне возможно, что во всероссийской иерархии чин-губернатор не такой уж высокий. Может быть, оттуда глядя, че они должны стоять на постах. Но глядя снизу, он вообще-то должен как минимум разводить караулы, да. Ну уж никак не сам стоять на постах. Вот эти два прикола мне показались самыми забавными за период вот этой вот предвыборной агитации и пропаганды, да. Потом мне очень, конечно, нет, об этом не буду. Ну нет, Николай. Нет, об этом не буду, это не очень цензурно. Ладно. Что еще можно сказать? Ну вот как бы даже... Самое интересное, опять осталось за кадром. Голиков, что это такое? Я потом когда-нибудь напишу мемуары, и там это все будет написано. Ну, у меня-то будет две минуты рекламной паузы, я вас буду пытать. Конечно, я расскажу то, что мне показалось вообще вопиющим, да, условно говоря, абсолютно безграмотным, что происходило, но еще раз говорю, это относится к реальному кандидату, я не хотел бы сейчас говорить, я вот не имею права об этом говорить, потому что это сочтут как имитацию против него. Я не против никого, не агитирую, я буду рад, если мне пришлют приглашение на 15 сентября на инаугурацию. Там потому что всегда очень вкусно кормят и хорошо кормят. Где-нибудь завтра пришлют. Вот, искренне поздравлю того человека, который в этих выборах победит. А мы о чем говорили-то? Об успехах. Об успехах и провалах. Об успехах и провалах. Но мы отчасти уже поговорили об успехе на городской думе, да, безусловно, совершенно прекрасный, успешный шаг Василия Куприяновича Сураева, мы об этом говорили, и одновременно этот провал его главных оппонентов, потому что они оказались не готовы в таком повороте событий. Это, мне кажется, раньше у нас такого не было на выборы в городскую думу, с тех пор, как ввели вот эту систему выборов из числа депутатов городской думы. Это было очень сильно. Вот. А так, конечно, главный провал, мне кажется, то, что, скажем, если взять вот даже нашего любимого коммуниста Сергея Павлиновича Мамаева, да, то никогда в его политической карьере не было еще столь удобных для него губернаторских выборов, столь равных ему соперников, с которыми можно было тягаться на равных. Ситуация даже лучше, чем год назад у него в Мариэл, да, и тем не менее, вот это вот, я почему и говорю, что я не очень хочу говорить, это все связано с определенными анекдотами, может быть, с параллелями, они не всегда пристойны. Вот. Но я знаю, что Роскомнадзор признал слово мудак незапрещенным, то есть это слово грубое, но незапрещенное. Есть такой анекдот про конкурс мудаков, ты знаешь его? Ну, жена говорит мужу, ты такой у меня мудак, ты просто жуткий мудак, если бы был конкурс мудаков, ты бы занял на нем второе место. Он говорит, почему второе? Она говорит, да потому что ты мудак. Вот. И ситуация такая, что вот на этом конкурсе, который у нас проходит, закончится 10 сентября, теоретически, конечно, этот кандидат мог бы стать первым в кои-то веки, но он вот именно из этого анекдота человек, который даже на этом конкурсе займет второе. Они изначально не борются за первое место. Вот судя по всей повестке, которую они предлагают, да, судя по тем вещам, которые они делают, идет борьба за отчет для Политбюро, что мы выступили, выступили успешно, вошли в тройку призеров. Ну, понимаешь? Это сейчас смешно было, да. Это не смешно, но, понимаешь, я сам, имея так, за плечами определенную спортивную карьеру, я как-то участвовал в соревнованиях, где в моей весовой категории было три человека, да. Я автоматически вошел в тройку призеров, получил спортивный разряд, потому что соревнования были должного, там, не помню, какого, уже уровня было очень давно. То же самое здесь, они как бы автоматически становятся, да, на выборах областных, губернаторских, человек занял второе место, это же классно, хотя я тут согласен скорее с футбольным тренером Жозе Мавринью, который любое место, кроме первого, называют поражением, и без всяких оговорок, то есть это поражение, это не успех. А у нас, видишь, такая философия другая. И вот это, мне кажется, главное, вот это отсутствие интриги на этих выборах, которая могла бы быть, потому что могла бы быть, и мы создали все условия, ребята, бейтесь, вам не выставили там человека тяжеловеса из другой весовой категории, и вам дали вашего совершенно равного соперника с невысоким рейтингом, с нулевой узнаваемостью, с плохой командой. И вы растерялись и сказали, нет, мы пропустим его вперед. Это главная неудача, главное мое расчарование в этой предвыборной кампании. Николай, вот в 15-м году мы выбирали Никиту Белых, а тогда по-другому было? Тогда было более понятно, скажем так, потому что Белых уже поработал в области, Ну, то есть Белых был тяжеловесом? Белых в этом плане был тяжеловесом. У него была уже выстроена вся система власти, система управления, тот самый административный ресурс, он был выстроен. С ним было тягаться в существующей системе выборов невозможно. И он свои там, хоть и не окаянно большие проценты, получил совершенно честно. В данном случае мы имеем дело с невыстроенной системой. Она сбоит на каждом уровне. Она сбоит на уровне глав районов, на уровне глав поселений и так далее. Неудивительно же, что в какой-то момент вдруг возникло предложение глав районов включать в правительство области. Понимаешь, это просто некая конфета, которую ребята, вы хоть в нашу сторону пошевелитесь, хоть как-то их задумывайте. А, то есть, это конфеты, это не предсмертная конвульсия? Это похоже на предсмертную конвульсию, попытка как бы немножко оживиться. Но дело в том, что, понимаешь, даже эта попытка получилась очень смешной. Это, в сути, одна из неудач вот этой приобретенной кампании. Потому что, естественно, главы района стали выяснить, члены правительства вообще зарплату получают. Они спросили, а мы? А нет, говорят. А решение принимают? Да нет, говорят. Так-то присутствует. Соответственно, даже эта конфетка получилась очень несладкой и очень такой показывающей некую слабость вот этой стороны. Но это говоря вот о удачах-неудачах выбранных кампаний. Так, подождите, а удачи-то вообще были? Вот реальные удачи? Я начал с удачи, я начал с великой удачи Василия Куприяновича Сураева. И, между прочим, опять же, если 15-го числа все-таки инаугурация состоится именно в том составе, как планируется, я скажу, что это была какая-то немыслимая удача кандидата от партии власти. Потому что выиграть в такой ситуации, в которой он был, это просто чудо. Другим это не объяснишь. Это никакой не труд, ничего. Это просто чудо. Это редчайшая удача. А вот вы знаете, наша с вами коллега Елена Шмулевич на прошлой неделе сказала, что все соперники, Васильева, зачистились с поля сами. Так я, собственно, об этом и говорил. Я об этом, собственно, и говорил. Я говорил, что они сами, у них была редчайшая просто возможность. Понимаешь? Такого уже давно очень не было, когда там не один на пятерых, не пятер на одного, а один на один. Ровная драка. И в этой драке уходить из боя, я не знаю. Я не знаю, конечно. Ну, видишь, опять же, у нас же все оппозиционные партии, они управляемы из той же самой башни, откуда управляется и главная партия. Поэтому, видимо, решение было принято в небесах. Что еще сказать? Как вы корректно выразились. Хорошо. Вот по поводу главной удачи, да, Василия Куприновича, кого вообще, по вашему мнению, ему может противопоставить партия власти в борьбе за кресло мэра? Здесь все будет зависеть, конечно же, от того расклада, который сложился по результатам выборов. Он пока малопредсказуем, потому что я говорю, повторяю, что даже вот если смотреть, как работают сейчас штабы партии власти, да, то практически везде, вот на мой взгляд, существует некое такое удвоение ресурса, то есть отдельно работают кандидаты списочные, отдельно работают кандидаты одномандатные, и, по-моему, даже источники финансирования у них разные, и финансовые возможности у них разные. Какая из линий, то есть где больше партий удастся набрать голосов по партийным спискам, либо по одномандатным округам, либо там и там одновременно, от этого очень многое будет зависеть. Если партия власти наберет, точнее, вот та группа партии власти, которая захочет провести своего мэра, главу города, значит, наберет определенное число сторонников, то я думаю, что здесь вспомним мы фамилии Валерия Васильевича и Паснова, безусловно, Елены Васильевны Ковалевой, безусловно. Вот. То есть у нас есть от коммунистов прекрасные кандидаты. Давайте вспомним Марину Сергеевну Сазонтову. Все же говорят, что если мэр будет с женским лицом, то это только хорошо. Это очень достойный реальный кандидат. Всех, кого я назвал это, люди очень достойные, люди способные это делать, да. Поэтому компания Василия Куприяновича была довольно-таки веселая, разношерстная и интересная. Ну, вот как вот сложится, сами выборы от этого многое зависят. Почему я говорю, что городские выборы главные? В связи с этим вопрос. Про явку. Разные эксперты прогнозируют невысокую явку, но, опять же, у нас выборы в Гордуму. Вот что скажете о явке? Дело в том, что если брать губернаторские выборы, то в области традиционно явка невысокая на них. У нас уже, как говорят, электоральная история есть, явка невысокая, потому что 10 сентября, время крайне неудобное. И плюс работа на повышение явки не ведется. Я думаю, что она в районах области не превысит 30%. Это мой прогноз. Я его давал, так сказать, всем, кто меня спрашивал, в том числе и тому же Давыдов-Индексу, которые это замеряют постоянно. В городе, в связи с тем, что проходят выборы в Гордуму, и они довольно-таки интересные, явка может подняться процентов до 38, может даже до 40. Но в целом по области получится 35, как стандартно у нас было. И губернатор нам изберет область, как она тоже была обычно. То есть бюджетники, которые большинство составляют активного населения у нас в районах области, то есть работники администрации, школы, образования, здравоохранения, социального обслуживания, они, в общем-то, изберут нам губернатора. А вот кого мы изберем в городскую, думаю, это уже зависит от нас. Тут мы можем потрудиться и поработать. Тут от явки что-то зависит. А вот скажите мне, в чем, по вашему мнению, принципиальное отличие, ну кроме того, что вы уже обозначили, между губернаторскими избирательными компаниями нынешней и избирательной компанией Белых, которая, кстати, тоже была достаточно тихая. Помните, мы же с вами в этой студии сидели и говорили, а что у нас выборы? Ну, дело в том, что в той системе, которая существует сейчас, которая сложилась после 2011 года, когда появился тот же муниципальный фильтр, практически вся, вот сам момент выборов, он отнесен до начала выборов. Потому что потом идет только отсечение, работа по отсечению ненужных, неугодных, непредсказуемых каких-то кандидатов. Тогда же на выборах губернатора Белых, у нас же, помнишь, был Тарнавский вариант, что приедет Тарнавский и посоперничает. И это был реальный кандидат, его отсекли. Да? То есть, соответственно, когда уже вышли на поляну, оказалось, что все как по стандарту, немножко хотят коммунисты, немножко ЛДПР, а остальное мы отдаем там хозяину, на которого показала Спасская башня Кремля. Вот. Но дело в том, что, возможно, потому, что шансы у Никиты Юрьевича были довольно высокие изначально, да? Он был тяжеловесом, поэтому оппозиция как бы не боялась немножко работать поактивней. То есть, знаешь, вот как-то курица убегает от петуха, говорит, они слишком ли быстро бегут, да? Помнишь это? Вот они говорят романского радио. Вот то же самое. Сегодня они боятся слишком быстро побежать. Я не помню, Николай. Вот. Ну, там вопрос, почему, что думает курица убегает от петуха, а она думает, естественно, они слишком ли быстро бегут. Вот. И в том году они не боялись бежать с любой скоростью, потому что знали, что победится у Никиты Белых. В этом году они вынуждены себя ограничивать, потому что победа ставленника Кремля, она вовсе не очевидна. До сих пор, если брать там то, что пишут центральные эти самые социологические институты, в том числе, или тот же самый Давыдов индекс, одна из самых низких, один из самых низких рейдингов и сравнивая с другими регионами у представителей Кремля, да. Вот. Поэтому им особо-то Велен не резвится, а то вдруг выиграют перепугу. Понимаешь? Помните, как в фильме День выборов? А что в такой-то области у нас интересов нет? Вот. Давайте на перерыв уйдем, Николай. Хорошо, хорошо, хорошо. 31 минута. Это Николай Голиков и его особое мнение. На перерыв небольшой уходим и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение в студии все так же Юлия Афанасьева и напротив меня все так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Наш коллега-постоянный эксперт. И у нас сегодня в эфире, видимо, «День анекдотов». «День анекдотов», потому что я как раз заговорил про социологию, про замеры, про опросы там и вспомнил этот анекдот, который мне, кстати, сегодня не так давно не буду говорить, кто рассказал. Не говорите. В деревне Вилариба, помните рекламу прекрасную, да, у мужчин известная часть тела длиной 15 сантиметров, да, а в деревне Вилабаджо эта известная часть тела длиной 25 сантиметров. Почему? Ну и, соответственно, ответ, потому что в деревне Вилариба проводились замеры, а в деревне Вилабаджо социологические опросы, да? Вот, поэтому опираться на соцопросы это довольно так же глупо, как в этом анекдоте. Но мы перешли к чему? Собственно говоря, на чем мы остановились-то, Юль? За ним в этом все забылось. Я на самом деле тоже забыла. Юля, я посерьезнее. Посерьезнее. Да, мы в эфире, между прочим, в прямом. Да, извините, пожалуйста. Мы с вами говорили про избирательную кампанию Белых, избирательную кампанию нынешнюю, и о том, что альтернативные кандидаты, по сути, сами отказались бороться и сражаются за второе место. Да, в этом... Они и в том году сражались за второе место, но они сражались за него. В этом году они просто присутствуют. Они обозначились слегка совсем, да? Честно говоря, имея те ресурсы, которые они имеют, они могли бы обозначиться гораздо сильнее, но, видимо, была команда такая, что, ребят, не тревожьте, да? Вот вдруг, а вдруг случится чудо. Как я рассказывал, у нас в одном из районов на выборах главы сельского поселения не было альтернативного кандидата, и муж уговорил свою жену. Ну, чтобы просто была альтернатива. Она взяла да с дуру победила, понимаешь? Потому что взяли и за кота в мешке проголосовали, хотя он был мужик довольно известный. Чтобы мало ли такого не случилось, мне кажется, было бы дано указание, что, ребят, вы сильно не активизируетесь, вы свои там 15-18% получите, дайте мужику его 50 с плюсом. Вот, кстати, недавно моя коллега с портала «Свой Кировский» Олеся Михайлова написала в телеграм-канале, что я бы пошла на этих выборах голосовать за белых. Понимаешь, у нас, к сожалению, в избирательном бюллетене такого графа не будет. И Никита Юрьевич, судя по всему, уже никак не успеет. Даже если вдруг случится чудо, его оправдают, он на выборы уже не поспеет. Регистрация уже закончилась. Но я бы в чем поддержал? Я не большой любитель Никита Юрьевича, я, скорее, даже большой его оппонент. Но если бы вот к этим четверым, которые у нас есть, добавить Никиту Юрьевича, то выборы бы стали действительно у нас интересные. Я не уверен, что все бы проголосовали за Никиту Юрьевича. Но то, чтобы он откусил очень большой кусок пирога, я не сомневаюсь. Вот про Никиту Юрьевича как раз накануне Пресненский суд города Москвы начал рассмотрение дела Никиты Белых по существу. Какого решения вы все-таки ожидаете? Безусловно, это не будет оправдательный приговор. То есть, его осудят. По его статье, от 8 до 15 лет лишения свободы. Ну, суд имеет право назначить наказание ниже нижнего предела. Во-вторых, он сколько уже отбыл-то у нас? Уже год и два месяца. Год с хвостиком, пока суд идет. Еще пройдет какое-то время, полтора года. Но я думаю, что лет 5, полтора года зачтут, полгода побудет, пока апелляции идут, а там уже время для УДО. Для условно-засрочного освобождения статья позволяет. Вот. Так что я думаю, лет 5 ему дадут, чтобы соблюсти все приличия. То есть, он будет осужден, он какое-то время продолжит свое пребывание в темницу, даже, может быть, успеет доехать до колонии, после чего подаст заявление и будет освобожден. Так, кстати, у нас большинство людей крупного ранга, они очень быстро освобождаются. Быстро вы суда ожидаете? Нет. Я думаю, суд должен продлиться еще пару месяцев. чтобы возникла иллюзия такой объективности, что мы все рассмотрели, всех выслушали, всех пригласили, все доводы взвесили. И потом, я думаю, что месяца два он продлится не меньше. Николай, сегодня в клубе «Вечерний» у Николая Пихтина ожидаются дебаты кандидатов в губернаторы. Чего-то ждете от них? Я знаю, что вы там тоже будете. Я ничего от них не жду. Я буду там по простой причине, что перед этими дебатами у меня там деловая встреча назначена, я просто обязан прийти туда. Я, естественно, останусь, я посмотрю, но, во-первых, потому что не будет главной фигуры интересной, то есть, насколько я знаю, Васильев не придет, вот. А говорить о выборах в отсутствии главного кандидата немножко забавно, да, говорить о том, что хотят предложить области там Кирилл Черкасов, там Сергей Мамаев, Николай Барсуков, да, это уже разговоры в пользу бедных, потому что все понимают, что ни один из них главой не станет. И, соответственно, было бы интересно поговорить с потенциально, реально, потенциально избранным главой, было бы интересно поговорить, на самом деле задать вопросы в непринужденной обстановке, может быть, что-то ему высказать. А в данном случае как бы это не так интересно. Единственный плюс, который мне кажется, что сделал правильно Николаю, пригласил Василия Куприяновича Сураева, если он придет, то я думаю, что это будет главный спикер на этом собрании, потому что к нему вопросов будет действительно очень много предложений и так далее. Ну, Василий Куприянович дружит с головой, я надеюсь, что он придет. Я думаю, здесь дело не в том, что он дружит с головой, просто это как бы нормально прийти, когда тебя приглашают на собрание общественности, это нормально, какой же ты будущий мэр, если ты на такие предложения не соглашаешься, если теровчане тебя зовут, а ты не приходишь. То есть, мне кажется, если он придет, то это будет как бы еще один показатель того, что это потенциально очень хороший глава города. Так, что бы нам еще с вами обсудить? У меня к вам столько тем, а осталось у нас всего шесть минут. Ну, шесть минут, это много успеем добежать до канадской границы, как в Парфине. Всего ничего у нас. Ну, что же, давайте, наверное, про Феликса Эдмундовича. Давайте про Феликса Эдмундовича. Человек мне не чужой. Я учился в школе, где была пионерская дружина имени Феликса Эдмундовича Эдмундовича Дзержинского, школа номер 58. У нас были шефы из соответствующих организаций, поэтому, так сказать, я юный дзержинец с детства. Хорошо. Накануне открыли памятник Железному Феликсу. На этом открытии был и Игорь Васильев, и Владимир Быков. И вот я сейчас хочу Игоря Владимировича процитировать. Вчера мы открывали памятник нашему земляку Александру Грину, великому романтику. Сегодня открываем памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, в жизни слава которого овеяна не меньшим ревом романтики. Борьбы за государственную целостность, борьбы с преступностью, борьбы за нас с вами, за наши жизни. Это, безусловно, не может не радовать, отметила глава региона. Ну что ж, такое понятие революционная романтика, оно существует, правда, такая довольно кровавая романтика, надо признать. Я думаю, что когда мы говорили о выборах, говорили о ошибках и провалах, я думаю, что, конечно, Игорю Владимировичу не стоило приходить на открытие памятника Дзержинского, тем более 5 сентября, в день памяти. В день памяти жертв политических репрессий. И наоборот, когда было 80-летие Хрисанфа Владыки, ему бы стоило туда прийти. То есть здесь вот, я не знаю тех людей, которые ему расписывают программу предвыборной работы, мне кажется, это было совершенно лишнее. Он все равно, конечно, победит, но это уже несколько голосов минус, это очень неправильное его присутствие там, и тем более неправильная его речь и в такой день. Ну вот, а если говорить вообще про сам памятник, вот ветераны ФСБ, ВЧК, КГБ, которые, собственно, это основатели этой службы, я понимаю прекрасно, основатели этой службы, которые ратовали за открытие памятника Феликсу Эдмундовичу, сказали, что а мы, собственно, пойдем в школы, проводить в школах уроки патриотизма и рассказывать на этих уроках про Феликса Эдмундовича как главного патриота. Я не знаю, насколько главным патриотом был поляк Феликс Дзержинский, если говорить о России, да, я думаю, что у нас есть примеры патриотизма и более интересные. Во-вторых, я думаю, что воспитывать школьников на патриотическую тему лучше на менее спорных фигурах, на более однозначных. У нас очень много героев, реальных героев и труда, и войны, и чего-либо еще, руки которых, по крайней мере, чисты, скажем так. Я бы очень не хотел, чтобы, хотя я и сам был в пионерской организации имени Феликс Эдмундовича Дзержинского, у нас была другая страна, я бы не хотел, чтобы в этой стране это происходило. Я ничего не имею против памятника Дзержинскому во дворике клуба ветеранов. Я ничего не имею против открытия музея Дзержинскому, там была эта историческая фигура. Но давайте детишек, давайте детишек не обманывать за детство. Это очень неоднозначная фигура, и это не тот пример, на котором им надо учиться, по которому строить жизнь, да, как писал Маяковский, да, «Делать жизнь с кого?» «Сделать бы с Феликса Дзержинского». Была такая у него строчка. Это поэзия, это 20-е годы. Сейчас у нас уже скоро 20-е годы следующего столетия, и фигура Дзержинского уже не так привлекательна. Поэтому я категорически против того, чтобы в школе, где учился мой сын, например, аполокетизировали Дзержинского. У вас в каком классе учится сын? В пятом. Ну, то есть вот как раз самое время рассказывать про патриотизм. Самое время рассказывать про патриотизм, но я надеюсь, что я сумею рассказать ему про Феликса Эдмундовича более правдиво, чем ежели к нему все-таки придут и расскажут в классе. Николай, вот вы упомянули в начале вашей речи о том, что... Я сказал речь? В начале вашего ответа на вопрос про Феликса Эдмундовича упомянули о том, что, наверное, Игорю Владимировичу не стоило там присутствовать. И это тоже был один из провалов. Один из промахов. Это не провал, это промах. Дело в том, что вот такие фигуры, как Дзержинский, они режут наше общество пополам. То есть люди, которые... Я прекрасно понимаю Владимира Владимировича Путина. Он из этой службы, да? Это основатель той службы, которая привела Владимира Владимировича к власти. Я все понимаю его прекрасное чувство. Я понимаю, я уважаю очень сотрудников ФСБ, я ничего не имею против памятника Дзержинскому. Но для остальных людей эта фигура очень неоднозначная. И поэтому появление на таком мероприятии, она, безусловно, дает с одной стороны там 40% плюсов, с другой 60% извините, минусов. Поэтому ему там явно не стоило появляться. Ну, я вот еще про другое хотела спросить. Две минуты у нас осталось. Скажите мне, пожалуйста, вот уход авиакомпании Победа. Он как-то связан с выборами? Непосредственно с выборами, наверное, он не связан. Но вот не считаете ли вы это одним из главных провалов, недочетов? Дело в том, что недочетов такого уровня на самом деле за минувший год было довольно-таки много, чем, собственно, объясняется то, что в деревне Вилабаджо, скажем так, другого размера мужские органы. То есть то, что социологические опросы показывают очень невысокую узнаваемость и рейтинги у нашего главного кандидата. Таких провалов было много, недочетов, недоработок, косяков. Их было довольно много и в кадровой политике, и вот в части транспортной, скажем так. Их было много. Они сформировали то, что есть. Мы когда говорили про плюсы и минусы, мы говорили про саму уже предвыборную кампанию. Здесь уже этот аргумент, он звучал в речах оппозиционеров. Но не уверен, что он сыграл так уже сильно. Он сам по себе сформировал низкий рейтинг главного кандидата. Ну что же, я думаю, на этом мы и закончим. Давай на чем-нибудь веселом. У вас еще один анекдот есть в запасе, Николай? Нет, в запасе много анекдотов. Не все можно рассказывать в эфире. Просто давайте на чем-нибудь хорошем закончим. Ну давайте на самом деле, что 15 числа мы все будем рады нашему новому губернатору. Нет, давайте так... Все искренне будем радоваться потому, что область в дела реально не знает. Подождите, подождите, Николай. Давайте тогда уже закончим на том, что 10 сентября все-таки надо сходить на выборы. А это совершенно наша с тобой даже обязанность пригласить всех кировчан на выборы и губернатора, и депутата в городской думе. Это наша обязанность. Мы должны всех приглашать на выборы. А как уж они проголосуют, мы узнаем после 10 числа. Вы знаете, мне очень близок лозунг избирательной кампании Ельцина начала 2000-х, если я правильно помню. Голосуй, а то проиграешь. Голосуй, а то проиграешь. Это вот ровно та история. Это 96-го года лозунг. 96-го? 96-го года лозунг, да. Я тогда была очень маленькая, но вот видите, я помню. Точно даты выборов не помню. Это вот середина 90-х, его вторая кампания. Ну что, вот это уже гораздо более. Голосуйте, а то проиграете. На этом мы заканчиваем. Николай Голиков и Юрий Афанасьев. Всего доброго. Всего доброго.